В России в населенных пунктах с численностью от 100 человек до 2000 должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Такое поручение было дано Владимиром Путином. При этом президент отдельно попросил Народный фронт мониторить ситуацию. В Северной Осетии работа в этом направлении уже ведется. Как обстоят дела с медицинскими учреждениями в Кировском и Ордонском районах, расскажет наш корреспондент Николас Джоев. В селении Мичурино более 1300 жителей. Специально для них работает амбулатория. Есть врач и персонал из шести человек. Имеется и личный транспорт, карета скорой помощи и легковой автомобиль. Несмотря на то, что само здание амбулатории старое, его поддерживают в хорошем состоянии. Недавно даже провели интернет. Правда, компьютер пока не закупили. Мы оснащены абсолютно всеми лекарственными препаратами, необходимыми. Укомплектованность тоже в полном комплекте. У нас все, что нужно для больных. У нас все есть на сегодняшний день. Мы всем оснащены. Жалоб пока не предъявляет никто. Все получают самую необходимую помощь. Амбулатория в селе Нинард помимо своих жителей обслуживает еще и соседний Фиагдон и Рассвет. В здании амбулатории размещены 10 коек, которые в любой момент могут принять пациентов. Активисты Общероссийского народного фронта детально опрашивают персонал амбулатории и проводят осмотр помещений, проверяя перечень всего необходимого. В сельской местности даже от самого малозначимого медицинского прибора может зависеть жизнь. Это здание построено в 1989 году. Капитально его отремонтировали в 2015. Медпункт обслуживает более 2300 человек. На сегодняшний день здесь есть все необходимое для оказания медицинской помощи. Участники рейда проинспектировали и ФАП в селении Комсомольское. Здание ФАПа капитально отремонтировано в 2010 году. По словам фельдшера, есть все необходимое для оказания медицинской помощи населению. Не хватает только транспорта. На вызовы фельдшер вынуждены ходить пешком. Жители села работы ФАПа довольны. Я довольна работой нашего ФАПа. Только одно мне не нравится, что здесь нет препаратов, которые можно купить. Если нам срочно понадобится лекарство, то у нас в селе нигде невозможно купить препараты. А так, с какой проблемой бы не пришел человек, всегда помогут. Участники рейда проинспектировали три фельдшерско-кушерских пункта в Кировском и две врачебные амбулатории в Ордонском районах. Результатом инспекции в целом общественники остались довольны. Помещение в хорошем состоянии, внутри тепло. Местные жители довольны обслуживанием медицинским. Есть, конечно же, и замечания. В ходе проверки мы проверяли такие моменты, как оснащенность. Собранный экспертами ОНФ материал по сельскому здравоохранению будет нанесен на народную карту доступности медпомощи. На интерактивном ресурсе можно найти полную информацию о существующих медицинских объектах, оценке качества и доступности оказания медицинской помощи от граждан и экспертов. Николас Джиев, Черменсураев, Новости Сети.